О, красавица как выпрыгнула! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Привет, друзья! С вами Михалыч. Вчера, полдевятого вечера, узнал, что в одном секретном месте клюет форелька. Я года три назад там был, может, два. Много форель клювало мелкой. Сейчас, говорят, подросла и опять клюет. И вот вчера я полдевятого вечера узнал, сейчас еще полчетвертого утра. Мы стартуем за форелькой. Поехали! Четыре часа утра. Мы поперли на рыбалочку. Ну, не мы, а я сегодня поехал, потому что Сергей сегодня не поехал. У него дела, он занят. Вот. И тем более, он даже не знает, что я уехал. Я вчера случайно просто узнал, что действительно форелька клюет. Ну, по крайней мере, поеду, проверю. Одно время там было интересно ловить мелкую форельку. Дорога совсем уже лесная. Вот здесь вот одни лесовозы ездят. Не знаю, три года назад я здесь проезжал. Что там дорога в лесу, не знаю, поэтому едем на удачу, что проедем. В принципе, раньше проезжал, но сейчас посмотрим, как тут лесовозы разбили дорогу. Фух, с Богом! Дальше дорожка развернуться-то негде, поэтому пойдем сперва пешочком испытаем. Тут осталось метров 300, наверное, но надо сперва пройти. Вот здесь, если аккуратно не свалиться в колею, то проехать можно. Посмотрим, что дальше. Ну, жидко-жидко. После дождей дорожка не фонтан. Ну, прошел, короче, вот здесь самое опасное место. Вот там моя машина стоит. И вот здесь нужно каким-то образом попытаться вскочить, вот эту грязь проскочить. И каким-то образом на первой передачке тут взобраться в горку. Дорога глинистая. Резина летняя, шоссейная. Ну, будем пытаться, потому что назад пятиться тоже далеко. И объезжать вокруг тоже далековато. Будем надеяться, что проскочим. Рыбаков нас тут собралось. Человек семь или восемь, наверное. Машин полно. И вот время от времени тягают форельку. Снимать не получается, потому что народа много. Не хочу мешать там съемкой. Но у меня штучки четыре уже форельки есть. Так что в конце только покажем сам улов. Да, бывают поклевки такие достойные. И вот убежала. Поплавков больше, чем рыбы. На любой вкус опарыши и червяки. Брызгается. Ну а зачем ты ее ловил? Сюда был воду обратно и все. Вот такие у нас форели клюют. Грамм 200-250 грамм. Вот такая форелька. Вот такая в ладошку еле влезает. И вот заглотила очень глубоко. Придется доставать. Ну вот такая форелька. Красавица. Будем отцеплять. Красавица как выпрыгнула. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да, форелька клюет резко и неожиданно. Снять ее прям вот очень проблематично. О, есть, 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 есть. Мелочь. Ну да, это помельче. Так, выловил. Вот такие форелинки. Даже на скороду можно положить. Красота. Хоть свою не удается заснять, хоть чужие успел заснять. Как клюет. Ну резко-резко, да, такая поклевка прям. Ну что ты не хочешь на камеру засняться форелинка. Вот такие клюют. Это уже помельче. Но тоже форелька. Вот такая красавица. За верхнюю губу. Красивая какая рыба. Прям шикарная. Форель. Речная. Ручьевая. Некоторые глубоко заглатывают. Манта. У нас разных местных мест. Вольх уšлих. А что ты хотел? До чего же азартные рыбаки. Вот уже дождь пошел, но никого не прогнать. Вот и дождь, такой ливень прям. Пойду-ка я в машину спрячусь. Послезавтра у нас лето, а у нас идет град сильнейший. Вот мы спрятались от сильного дождя. А там градины такие прям, ну, хорошие. Не знаю, с горошину, с хорошую горошину. Вот такое у нас лето. Все разбежались. Все по машинам спрятались. О, какой дождяра влепил. Серьезный. Зато ни одного рыбака на берегу. Все спрятались. Вот такой замечательный дождик. Просто ливень, как будто из ведра льется. И с градом. Все рыбаки по машинам спрятались. Вот это дождик. Вот это да. Смотрите на траве сколько града. Это вот град такой фигачит. Градины такие крупные все. Крупнее, чем горох. С кукурузиной в такую хорошую. Веселое начало лета. Ну что, сегодня, друзья, наверное, заканчиваю рыбалочку. Пойду вытаскивать улов. В садке сколько там плавает. Сейчас посмотрим, взвесим ради интереса. Да, хорош на сегодня. Вам же тоже надо оставить рыбки. И так на первый раз хватит. В этом году первый раз еще. Только вчера узнал, что тут поклевывает. Ну, десяток есть, да. Отличный улов. Отличная рыбалка. Больше нигде не поймает. Да, тем более форелька. Нигде не плотва. Вот такие красавцы. Ну, друзья, такой у нас улов. Сейчас посчитаем, сколько их тут штучек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Четырнадцать форелин. Сейчас крупненькую взвесим. Вот такие. Сколько они весят. Ради интереса. Ну, по количеству замечательно. Четырнадцать штучек для первого раза. Очень даже достойно. Так, сейчас общий вес. Два шестьсот вместе с ведерком. Ну, ведро пятьдесят грамм весит. Так что два с половиной килограмм форели. Сейчас весим самую крупненькую. Да, двести сорок пять грамм. Сейчас еще раз контрольное взвешивание. Да, двести пятьдесят грамм. Вот такие замечательные форели. Вот такой у нас сегодня ловчик. Четырнадцать рыбин. То есть двести двести пятьдесят. Есть они покрупнее, а есть помельче. То есть вот такие. По двести пятьдесят грамм. А есть вот такие они. Грамм сто пятьдесят. Наверное, вот такая форелинка. Но есть вот достойные. Прям форелища. Больше ведерко. Ведро на шесть литров. Шикарная форель. Свежайшая. Замечательная рыбалочка. На этом буду заканчивать. Всем спасибо. Всем до свидания. С вами был Михалыч на форелевой рыбалке. Вот такой замечательный сегодня улов. Одна только форель. И одна там плотвичка затесалась. А так вот четырнадцать форелек. Красивейших. Отличная рыбалочка. Просто супер. Форельки от ста пятидесяти грамм до двести пятьдесят грамм. Такие вот стандартные. Красотища. Рыбалка удалась. Красотища. Картошега. Красотища. Немного с涼 wäre. Для вас iyя Farmonsа? Форельки от стакана? Продолжение следует...